Добрый день! Я врач Игорь Симонов, и сегодня я расскажу о диагностике при помощи Цунь-Коу, и что пульс в точке Цунь-Коу может, в отличие от Чи Цунь, что мы можем диагностировать при помощи этого пульса. Сначала давайте посмотрим картинку. Несколько картинок. Это одна довольно новая картинка, думаю, это в 20 веке она была нарисована, где врач берет у себя самого пульс. Здесь мы видим другой доктор, тоже берет у себя самого, измеряет по какой-то причине пульс. И довольно старая картинка, где очевидно левой рукой врач берет у себя с правой руки пульс. То есть, для чего это все делалось? Для чего это все делалось, мы можем узнать из трудности 21 Нандзиня. То есть, 21 трудность Нандзиня объясняет, что Цунь-Коу пульсация дает пульсации меридиана Джун, Чи и Вэй-Чи определенное количество раз. То есть, Цунь-Коу следит за тем, чтобы Вэй-Чи и Джун-Чи входило в меридиан определенное количество раз. Первая трудность говорит, что каждые из 12 меридианов имеют силу двигать пульс. Двигать пульсы. И эти пульсы, как один, потом входят в Цунь-Коу. Зная это, или если мы можем использовать это, можно определить закон или правило, по которому правило пяти органов, шести хранилищ, правило жизни, смерти или жизни, удачи и неудачи. Каким же образом это можно сделать? И здесь у нас объяснение, что именно Цунь-Коу это объединение, важное объединение пульсов с движениями, пульсовыми движениями меридиана шу-та-инь, меридиана легких на руке. Следующее объяснение говорит, что у человека во время одного выдоха пульс, пульс, пульсация проходит три Цуни. И во время одного вдоха пульсация тоже проходит три Цуни. Во время вдоха и выдоха формируется дыхание, и пульсация проходит шесть Цуни. Человек каждую один день и одну ночь делает тринадцать тысяч пятьсот дыханий. И пульс проходит пятьдесят раз, пульсация циркулирует пятьдесят раз через тело. Когда водные часы клипсидры делают меньше ста зарубок, проходит меньше ста зарубок Ке, Чжун и Уэй Чи проходят через Янь двадцать пять раз. И проходят через Янь тоже двадцать пять раз. Это делает один цикл. Как мы помним, один цикл – это пятьдесят раз. И после чего все возвращается опять в Цунь Ко на меридиане легких. То есть Цунь Ко – это как петля Мёбьюса. Если это у нас Цунь Ко, пульс, он следит, чтобы пульс проходил, например, в Яньских меридианах. Он идет по поверхности Янь, по поверхности Янь и входит в Янь. И из зоны Янь выходит по Яньским меридианам, по Янь, по Янь, пока не возвращается опять в Янь. Итак, это чередуется Янь, Янь, Янь в общей сложности пятьдесят раз через Янь двадцать пять, через Янь двадцать пять. То есть, если мы через Цунь Ко можем узнать, в каких меридианах сейчас проходит Чи, меридианы Янь или меридианы Янь, мы можем использовать на практике гораздо эффективнее лечение, используя именно эти меридианы – либо Янь, либо Янь. Это чередование происходит каждые двадцать две минуты у всех людей, у пациентов, у врачей, у всех пациентов одновременно. Проходит несколько секунд, и можно опять определить меридиан Янь или меридиан Янь. И в течение двадцати двух минут будет продолжаться движение через этот меридиан Янь или Янь. И в конце, опять в течение нескольких секунд, происходит изменение, и происходит уже движение через другой меридиан, о чем нам говорит Цунь Коу. То есть, Цунь Коу – это как, скажем, универсальные часы, которые работают с точностью одинаково совершенно у всех пациентов и у врачей. То есть, поэтому мы видим, что врач измеряет свой пульс для определения, в каком меридиане Янь или Янь движется Чи у пациента. Потому что точно в таком же меридиане он будет двигаться и у врача. Каким образом на практике мы можем узнать это, и каким образом мы можем использовать эти изменения в пульсе Цунь Коу, я расскажу в следующем видео. До свидания.